Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными темами этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. Начнем. Больше 10 тысяч жителей Алтайского края получили повестки из военкомата, однако отправятся на срочную военную службу в осенний призыв чуть больше двух тысяч человек. Об этом пишет официальный сайт региона. В сравнении с прошлым годом цифра почти не изменилась. Принципы отбора новобранцев остались прежними. Призывники из Алтайского края идут служить в военные части по всей стране. Большинство попадают в сухопутные войска. В рамках этой кампании 36 новобранцев уже отправились в Олейск. Еще 25 человек уехали в Вязьму, где будут проходить службу в воздушно-космических войсках. Призывников обеспечивают обмундированием, банковскими и сим-картами. Ранее в Генштабе Вооруженных сил отметили, что срочников не будут направлять для прохождения службы в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Больше 9 тысяч жителей Алтайского края приняли участие в голосовании за подключение сел к высокоскоростному интернету. По проекту «Устранение цифрового неравенства» 4G-соединение может появиться в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек. В топ-5 промежуточных лидеров вошли села Тележиха, Солонешинского района, Новокалманка, Усть-Калманского района, Боровое Крутихинского района, Самарка Локтевского района и Кузьминка Змеиногорского. Как сообщается в официальном телеграм-канале Минцифры страны, программа «Устранение цифрового неравенства» к 2030 году позволит провести интернет во все населенные пункты с численностью от 100 человек. В прошлом году мобильная связь и интернет появились в 42 малых населенных пунктах региона. Список лидеров голосования опубликуют на портале Госуслуг 26 декабря. Новый эстрадный оркестр организовали в Барнауле в составе 22 человека. Это студенты Алтайского государственного университета. Некоторые представители совсем не музыкальных профессий. Свою программу они презентовали в концертном зале «Сибирь». Физик, философ и даже математик могут стать участниками обновленного молодежного оркестра Алтайского государственного университета. Коллектив не ограничивается студентами и выпускниками кафедры искусств. Главное – иметь начальное музыкальное образование, владеть инструментом и жить музыкой. Например, в состав оркестра вошел даже дипломированный агроном Илья Клинцов. Я до сих пор получаю музыкальное образование, учащийся на пятом курсе в нашем классическом университете любимом. Музыка дает мне отдушину, так сказать, в сердце. В 1999 году в классическом университете создали народный оркестр. Им руководил профессор Николай Корниенко. В этом году дирижер передал управление коллективом Игорю Шимину. На сцену концертного зала «Сибирь» вышел обновленный состав, который теперь исполняет эстрадную музыку. В коллективе появилась группа смычковых инструментов, духовая секция и ритм. При этом в оркестре остались домбры и аккордеон. Даже привычные мелодии, сыгранные таким составом, звучат по-новому. Это очень классное ощущение. И я считаю, что для каждого исполнителя очень важно, во-первых, всегда выходить на сцену, потому что это внутренняя подготовка тебя. Ты настраиваешься, становление у тебя происходит внутреннее. И, конечно, из-за того, что музыка достаточно разноплановая, очень здорово играть. Никогда не бывает скучно. Для презентации подобрали разнообразную программу. От русского вальса до композиции рок-группы «Линкен Парк». Десять представленных произведений музыканты планируют играть на протяжении всего сезона. Обновленным составом коллектив отыграл всего один концерт. Однако у его участников уже появилось любимое произведение. Это музыка из кинофильма «Крестный отец». Это, наверное, «Крестный отец». Восьмичастная сюита музыки из кинофильма «Крестный отец». Худрук коллектива Игорь Шимин давно мечтал исполнить на сцене это произведение. Нашел партитуру, переложил на свой оркестр. В итоге в Барнауле впервые прозвучала сюита из известной трилогии. Мы хотим играть чем больше, тем лучше. Вот мы сейчас играем эти два концерта. И в декабре у нас запланирован концерт с ребятишками с ограниченными возможностями в рамках фестиваля «Музыка без границ». В конце декабря коллектив планирует исполнить произведения русских классиков. Будут работы и советских композиторов. А после Нового года Барнаульцев ждет сольная программа Игоря Шимина – аккордеон в сопровождении оркестра. Яна Аксенова, Юлия Шеламова, Анатолий Фукс. Новости. А у меня все к этому часу. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова